нашего выпуска. Жилфонд намерен отказаться от обслуживания 486 домов с низкой рентабельностью. По информации Сибирского агентства новостей, соответствующее письмо получили красноярские депутаты. Этот факт подтвердил заместитель председателя Гурсовета Александр Глесков. Жилфонд предлагает передать часть обслуживаемых домов муниципальной управляющей компанией, которая в ближайшее время будет создана по инициативе мэрии и активистов-общественников. В Гурсовете уверены, что если такая передача домов осуществится, интересы жителей в любом случае не пострадают. Я думаю, для жителей этот процесс ничем не градист эти дома уйдут в муниципальную управляющую компанию. Муниципальная управляющая компания будет их точно так же, а я уверен, что даже и лучше отслуживать. Общий долг жителей муниципальных квартир сегодня составляет более 600 миллионов рублей. Ситуация серьезная и необходимо решать. Смело говорим не только о передаче этих домов, но предлагаем несколько вариантов комплексного решения этой проблемы. Один из вариантов – утверждение экономически обоснованного тарифа для этих домов, чтобы их можно было содержать. Следующий вариант – оказать содействие для взыскания долга жителей этих домов. Все-таки это квартира муниципальная, собственником является муниципалитет. Станция – быстрее диалог сайт, чтобы они нам содействовали в решении этой проблемы.